Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро! Мы уже снова вместе, работает, слава Богу, интернет. Все, мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона. Великую мудрость великих, вообще, великих людей. И вообще, это божественная мудрость, потому что царь Соломон получал знания от Бога напрямую. Что-то никого... Вот, все, начали потягиваться. Все, Яков Шатанин, директор портала ВАИКРА, Олег Мацюк, Моша Комиссарук, привет, привет, физкульт-привет, Оксана Павликова. И мы дошли до 25-й главы. 25-я глава. Значит, сегодня, кстати, начался месяц АДАР. Месяц АДАР, это первый АДАР сейчас начался. В этом году два АДАРа. Значит, и месяц АДАР, это самый радостный месяц вообще в календаре. Прямо есть такой, как закон, что мы марбим бы семья. Каждый день мы должны увеличивать радости. То есть, мы должны... Такая работа идет над собой и увеличиваем в радости. То есть, надо радоваться. И с каждым днем все больше и больше. Хорошо. Я помню, когда-то... И пиком является ПУРИМ. Праздник ПУРИМ, это пик радости, да. И, значит, я помню, когда-то на ПУРИМ мы сидели у Равина одного. И один, значит, такой бизнесмен, олигарх, такой, знаешь, очень богатый, ну, очень богатый парень. Он такой сидит, говорит, а я вот не понимаю, говорит, ну, вот как можно там... Что значит увеличивая в радости? Ну, как увеличивая в радости? А мне не радостно, он говорит. А я как раз был в радости. Я ему говорю, ох, ты не в радости, да, говорю. А почему ты не в радости? Потому что, говорю, ты думаешь, ну, чему тебе радоваться? Ну, реально, чего тебе радоваться-то, да? То есть у тебя все есть, и тебе уже как бы нечему радоваться. А ты сравни то, что у тебя есть, как могло бы быть, не дай бог. Если бы ты жил 70 лет назад в Германии, например, когда начались гонения на евреевы, все забрали. Вот просто были богатые люди, которые всю жизнь работали там и так далее. И к ним в один день пришли, и все забрали. Вначале же, в принципе, гонения на евреев начинаются всегда с одной целью конфисковать бабки. То есть это как бы внутренние евреи, ну, стремятся такие работяди, стремятся, заработал, скопил, вложил, заработал, скопил, вложил. То есть как бы в культуре народа, откуда это пошло, я не знаю, но с самого начала, с зарождения народа лежит вот эта вот любовь к труду и к накоплению результатов труда, денег. И где бы евреи не жили, они устраиваются, начинают работать, 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 у них появляются деньги. А вокруг люди, они смотрят, о, типа, пришли тут, и у них есть деньги. И когда все хорошо, ну, нормально, значит, мы дружим. Как только начинается экономический упадок, как было в Германии, как было там, ну, в любой момент, когда начинаются гонения на евреев, это в стране начинается экономический упадок, и правительство, которое виновато в этом экономическом упадке, оно всегда показывало пальцем на евреев, это они, и давали разрешение пойти их грабить. И все. И так начинались все вот эти вот гонения. Хорошо. Так вот, значит, так вот, мы продолжаем изучать, продолжаем мы изучать, что? Мы продолжаем изучать мудрость царя Соломона, который был самый богатый человек того времени. И как раз здесь есть и про деньги, и про отношения, и про то, как надо правильно жить для того, чтобы не было проблем и не было сложностей. И вот, значит, написано здесь так, 25 глава, первый отрывок. Начинается она с того, что Гам Эли, также эти, такое странное начало, также эти примеры Шломо, также эти Мишли и Шломо. То есть до 24 главы это было открыто всем. С 25 главы, это написано прямо в этом отрывке, также это притчи Шлома, царя Соломона, Ашер и Тику Аншей Хисияу Мелак-Иуда, которые скопировали люди Хисияу, Хисияу, это царь, царь в Иудее. Значит, был такой царь Хисияу, который был, я не знаю, через сколько поколений он был после царя Соломона, но прошло уже несколько поколений точно, я точно не могу уточнить сейчас. И вот царь Хисияу, он был очень интересный царь такой, он был очень интересный царь. Он изучал, то есть ему попались скрытые книги царя Соломона, которые были для всех скрыты, и кроме этого к нему попали еще какие-то знания, книги и так далее, и он понял, как все работает. Он понял, что у евреев нет другого пути жить счастливо, как только оставить все свои дела и стать тем, зачем Бог выводил евреев из Едипта, народ священников. И он понял, что все остальное, оно ничего не стоит, то есть у евреев есть обязанность, и любое другое действие, кроме выполнения этой обязанности, оно в итоге все равно приведет к краху. И он тогда решил так, что так как он был из рода царя Давида, и он знал, что на нем обязанность, обязанность привести Машиаха, то есть привести мир к исправлению, он взял и приказал своей охране, что он говорит так, всех евреев загнать учить Тору, всех под страхом смерти, значит стражниками, всех загоняем учить Тору, и значит, кто не учит Тору, тому, значит, сетир башка, все. И всех загнали учить Тору, и вот евреи учат Тору, значит, вообще все святые, и значит, в это время Санхирив, и была такая история, был персидский или ассиристий царь Санхирив, он идет войной на Израиль, подходят к Иерусалиму, а народ говорит Исиагу, что мы делать будем, он говорит, смотрите, мы делаем то, что мы должны делать, мы Богу служим, он о нас позаботится, ложитесь спать, будет все нормально. И армия Санхирива в одну ночь, там, 180 тысяч человек от эпидемии погибли под стенами Иерусалима, факт, исторический факт, вот так. То есть, теперь дальше, что происходит, ну и он же ждет, когда же, наконец, вот та духовная энергия, тот свет, который вырабатывает евреи, когда целыми днями только изучают Тору, и полностью живут, вот святость, каждую секунду идет только служение Богу, служение Богу, служение Богу, он ждет, ну сейчас, значит, уже прорвут шлюзы небесные, и придет Машех, то есть, мир поднимется на следующую ступень, да, то есть, мир, он как существует, есть вот мир, это как игра такая, если грехи людей падают ниже индикатора, мир разрушается, если заслуги людей поднимаются выше индикатора, то мир переходит на следующий уровень, если колеблется ни там, ни там, то мир просто идет, идет, и идет. И вот, значит, он уже ждет, что вот-вот сейчас придет мир к исправлению, и тут, значит, к нему приходит пророк Ишаяху, и говорит ему, говорит, у меня к тебе пророчество от Бога, говорит, ты умрешь, говорит, и не будешь жить. Он такой, царь Ишаяху, говорит, как, секундочку, я умру и не буду жить, почему, за что, как? Я всю жизнь, у меня только единственная цель служить Богу, а тут ты умрешь, это умрешь в этом мире, а не будешь жить, это ты еще теряешь долю в грядущем мире, то есть, у тебя то, все эти баллы, которые ты набирал, сгорают, и ты, то есть, ты не получаешь духовной жизни, то есть, ты исчезаешь. И исчезаешь. Царь Ишаяху ему говорит, за что, почему так? А он ему говорит, потому что, говорит, ты не выполнил заповедь, первая заповедь, которую Бог дал человеку, когда создавал этот мир, он, когда сделал первого человека, это как был, как биоробот такой, и он в него вдохнул свою божественную душу, и он ему говорит, смотри, биоробот, значит, это Адам решен, первая заповедь, ты должен плодиться и размножаться, то есть, вот этот мир, и ты в этом мире должен заниматься, ну, совокуплением, значит, вот эти дела с кем совокупляться, и, значит, вы должны плодиться и размножаться, населять землю, такая, ну, такая задача. Это заповедь, то есть, ты должен, если бы люди это не делали, то тогда мира бы не было. Значит, а царь Хисиягу, ему пророк говорит, говорит, а ты не выполнил эту главную заповедь. Он говорит, причем не выполнил осознанно, то есть ты пошел как бы против воли Бога. Царь Хисиагу говорит, секундочку, но у меня было пророчество, да, что мои дети будут злодеями, и я не хотел в этот мир давать зло. Пророк ему говорит, это не твое дело, ты должен выполнять то, что ты должен, а Бог решит, что будет. То есть твоя задача была выполнить заповедь, а так ты пошел против Бога. Он Хисиагу говорит, ну, я неправильно понял и так далее, давай, говорит, я сейчас прямо начинаю делать детей, отдай мне свою дочку в жены, может быть, твои заслуги, ты же пророк Ишиагу, и мои заслуги, а всю жизнь по всем остальным служил Богу. Может быть, они позволят, значит, ну, что дети не будут такими злодеями, как я видел в пророчестве. Пророк Ишиагу ему говорит, какие дети, говорит, какая свадьба, не к зира, к зира. То есть уже постановление на небе вынесено, я пророк, я тебе пришел сообщить о той уже духовной реальности, которая уже все, там на небе уже запечатано все. Пророк, это, царь Хисиагу, он говорит, я, говорит, из дома царя Давида, царь Давид, это был папа царя Шломо, и там целая, ну, то есть царь Давид, это вот он, от него пойдет Машех, то есть он первый, там, с Богом, у него было очень такие тесные отношения, вот псалмы Давида, это как раз он написал, он все время молился без остановки, и он там, ну, очень был такой близкий к Богу человек, который поднялся на страшно высоте уровень. И царь Хисиагу, его потомок, то есть он потомок царя Шломо, кто написал притчи, и он потомок царя Давида. И царь Хисиагу говорит ему, этому пророку Ишиагу, значит, я получил из дома своего отца, ну, то есть по преданию, что даже если уже мертвый этот острый нож лежит на твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Бога. То есть ты не можешь отчаиваться, опускать руки, не имеешь права, никто не знает, что будет через секунду. Твоя задача делать все, что ты должен делать. Вот это вот он с ребенком только один раз ошибся, что не хотел жениться. И он, значит, написано, повернулся, начал плакать, молиться, делать шува раскаяния. Он говорит, я не так понял, я же думал, как лучше, не хотел сына... В общем, не знаю, что там он Богу говорил внутри себя и что там он делал. Написано, что он повернулся к стене, начал молиться, плакать. И, значит, продолжение истории. Продолжение истории, что после этого царь Хисиагу жил еще 15 лет. Он женился на дочке пророка Ишиагу. И у него действительно родились дети. Родились дети. Дети такие злодеи, что вообще не было такого злодейства, которое они бы не делали. Значит, главный из них это царь Минаш. Он потом стал царем. Он, когда стал царем, он поставил идолы. Он весь народ Израиля заставил служить идолам. Он убил своего дедушку Ишиагу, пророка вообще, лично убил. Он, ну, то есть, вообще, он делал зло вот полностью, как бы он осознанно шел против Бога. Спрашивается, зачем Богу это было нужно? Зачем нужно было, чтобы вот такая вся была история? Потом пришли опять вот эти вот не Санхерип, но ассирийцы. Рядом была воинственная страна, которая Персия, Ассирия, вот эти вот все, как сейчас Иран, знаешь, вот на том месте всегда были какие-то, какие-то воинственные, какие-то эти чучмеки, которые нападать хотели все время на Израиль, да, почему-то. И, значит, они как бы были все время наготове. И тут, значит, царь Минаша, он грешил. Приходят они, эти вавилоняне, туда, захватили Израиль. Царя угнали этого Минаша, злодея, в тюрьму. И он вавилоне, сидя в тюрьме, тоже делает шуу, раскаивается. И сидит он в тюрьме, делает шууу, как я мог идти против Бога? У меня такой святой папа, а я, значит, так прошел против Бога, и что мне теперь делать? И Бог его тоже прощает. И он возвращается в Израиль. И еще после этого 30 лет царствует и исправляет все грехи, которые до этого делал. То есть исправляет это самое. И потом, ну, в общем, не важно. Важно, они неумышленно. Да, да, те, которые хотели, причем интересно, что эта заповедь есть только на мужчинах, потому что в женщинах настолько сильное вот это вот желание рожать, что оно как бы, на нее нету заповеди. У женщины материнский инстинкт, он настолько сильно развит, что заповедь плодитесь-размножайтесь, она есть только на мужчине. И мужчина, а мужчина, он думает, а зачем мне это надо? В принципе, мужчина, ему дети эти, они как бы, ну, постоку-поскоку. А женщина, у нее материнский инстинкт. И мужчина, который осознанно не хочет это делать, у него проблема. А женщина, которая, на нее нету заповеди. То есть, у нее нет проблем. Интересно это. Хорошо. Теперь, значит, и вот мы начали 25 главу, это было такое отступление, чтобы кто ее, кто это царь Хисиягу. Значит, и вот 25 глава начинается с того, что вот это притчи Шломо, которые скопировали люди царя Хисиягу, царя Иудеи. То есть, они это скопировали, они нашли эти книги, они были скрытые. Значит, дальше. И идет второй отрывок, уже идет нам какое-то знание. Квот Элуим Астер Давар. Квот это почет Бога Всесильного, скрыть какие-то скрытые вещи. Почет Всесильного Бога, скрытые вещи. Квот Млахим, почет царей Хакор Давар. Исследование вещей. Что имеется в виду? Значит, есть то, что Всесильный Бог. Всесильный Бог, вот, когда люди говорят слово Бог, и слово Всесильный, или там Господь, или еще какое-то слово, которое относится к, ну, к Богу, да, то каждый, ну, что такое это слово? Слово это всего лишь несколько букв, какие-то звуки. Но у каждого за этим словом есть скрыто какое-то представление о Боге. Обычно это представление, чем выражается? Тоже словами. Один говорит, Бог это тот, который создал мир. И за словом создал мир у каждого тоже лежит какое-то свое представление. То есть, слова это не те ярлыки, которые, которые приклеены на какие-то представления о чем-то, и чем мы уходим глубже в мир неосезаемого, тем это более, ну, как бы расплывчато и абстрактно. И как только мы начинаем говорить про Бога, про Всесильного, про законы мироздания, про то, какая-то там квантовая физика, там, и квантовое пространство, Вселенная, то есть это пустые слова. То есть это слово, за которым не лежит ничего, потому что охватить словом Вселенная, Вселенную невозможно. То есть, и даже представить Вселенную невозможно. Так если Вселенную невозможно представить, так как можно представить того, кто создал Вселенную? Когда мы говорим о квантовых каких-то там физиках, да, мы даже не можем увидеть эту квантовую, что такое квантовая физика. Мы не можем этот атом увидеть, Молекулу мы увидеть не можем. То есть мы, когда говорим о вещах непостижимых, то мы как бы должны понимать, что мы говорим о вещах непостижимых. И вот об этом здесь написано во втором отрывке. Он говорит, что когда мы говорим о Боге, то это скрытая вещь. Скрытая вещь, которая скрыта за словами и ее открыть невозможно. И когда мы говорим, есть там Кабала, да? Кабала это тайная часть Торы, в которой говорится о Маосе Беришит, как Бог сотворял миры. Ну, понятное дело, что это настолько условно, настолько это, ну, вообще такая абстракция. Давай поговорим о том, как Бог сотворял миры. Ну, о чем? Это как, знаешь, два муравья смотрят на Боинг, на самолетах и говорят, слушай, давай-ка вот в Боинг поговорим про электронику Боинга, да? Или про систему, про автопилот. Давай сейчас порассуждаем. Два муравья об автопилоте Боинга и об электронике, о программном коде, которым записан, создан этот автопилот. Ну, куда? И вот, значит, несмотря на то, что пророки нам сообщили, мы можем об этом только слушать и как бы позволять этому знанию, ну, что-то в себе делать, да? Но по факту надо понимать, что вся вот эта вот абстракция, она и есть абстракция. Теперь вторая часть этого второго отрывка, что квот, почет царей исследовать вещи. Но в этом мире, в котором мы находимся, в этом мире есть цари. Царь это, ну, например, царь в современном мире это президент, президент страны. И президент страны, он уже, он уже как бы, он человек, и он управляет страной. И тут есть законы, есть экономика, есть земледелие, там, есть какие-то налоги, там, и так далее. Так вот, царь, он не бог. И царь, он должен, он должен, как сказать, мы должны понимать, что делают эти, ну, цари сегодняшние, да? Потому что мы все находимся под их влиянием. И если про мир непостижимый, мы можем только слушать, как-то воспринимать, при этом понимая, что любое слово, оно не имеет к реальности никакого вообще отношения, потому что невозможно описать словами неописуемое. Ну, то есть мы можем только использовать какие-то представления о том, чтобы сказать о духовности. Но духовность, она потому и духовность, что она нематериальная, то есть там нету определений. Но когда мы говорим про материальный мир, тогда надо исследовать материальный мир. Почему? Как оно работает? Понятно, да? То есть материальный мир, это нужно исследовать. Вот то, что он сказал нам во втором отрывке. Теперь дальше, третье. Третье идет продолжение этой мысли, третий отрывок. Шамаем ля рум, то есть небеса уходят в высоту. Ваарец ля омек, земля уходит в глубину. А сердце царей энхекер. А сердце мышления царя, его тоже нельзя исследовать. Теперь интересно, что это значит. Вот мы говорим о небесах, да? Вот человек говорит о небесах, и он говорит, вот смотрите, значит, вот я смотрю на небо, и я вижу небо. Но ты не видишь никакого неба вообще. Ты видишь только облака, если это днем, а если вечером, ты видишь только там десятую, не десятую, тысячную часть звезд, которые есть. И тот свет, который ты видишь, он миллионы лет шел к тебе, и то, что ты сейчас видишь, тех звезд уже нету давным-давно, они исчезли. То есть чем выше ты уходишь в небеса, тем больше ты должен понимать, что там ты не постигаешь реальность. Теперь, то есть мы живем в маленькой какой-то там песчинка планеты в солнечной системе, которая в галактике, которая галактика в созвездии галактик, там в скоплении галактик и так далее. Теперь в землю. Ты смотришь в землю, но ты тоже не можешь, ты кроме вот травки ничего не видишь. То есть дальше тебе сказали, что оно так, но чем глубже ты уходишь, наступает глубина, на которую никто никогда не заходил. То есть есть глубина, куда люди докапывались, но эта глубина, это если мы возьмем землю как яблоко, то люди, они прокололи даже не полностью шкурку яблока. Что там внутри, есть предположение, что там внутри, а оказывается сейчас ученые сказали, что есть вот там земля, потом опять вода, потом опять земля, потом опять вода, потом лед, потом магма там. Ну опять же, реально там никто не был, то есть это все какие-то идеи о том, что там. Но это мы сейчас живем, когда сейчас уже технология там и так далее. А в то время, то есть он говорит, в небо чем выше, тем непонятней, в землю чем глубже, тем непонятней. А в сердце царя, когда ты хочешь зайти, сердце это его мышление, его подсознание. Тоже ты не можешь понять причины его решений, ты не можешь понять, что на него влияет, ты не можешь понять, какие у него там соображения и так далее. То есть, теперь дальше, четвертый отрывок, четвертый отрывок. Аго сидим микосов в эйцели цорев кели кли. Теперь, значит, убери примеси из серебра и выйдет для мастера сосуд. Значит, говорится здесь в этом отрывке, вы на сказательной форме, что мышление человека, оно очень подвержено примесям. То есть, вот сидит царь, например, да, возьмем царь, там, я не знаю, ну, Трамп, Дональд Трамп. Он такой сейчас, царь над Америкой. Вот он сидит, значит, сидит он и думает. Вот у него лежит перед ним, значит, документ. Северная Карелия, Китай, Россия, там, Мексика. Ну, и у него лежит перед ним вопросов, которые ему надо решить сегодня, я не знаю, 200, 300, 500. Ну, там, огромное количество вопросов, которые ему надо решить. И он такой сидит, значит, и думает, как решить вопросы эти. Я вам сейчас скажу одну статистику, вы поймете сейчас, что имел в виду царь Соломон. Значит, оказывается, что когда суд рассматривает вопросы о помилованиях заключенных, есть, ну, такая у них есть там процедура, они рассматривают прошение о помилованиях. С утра, значит, они удовлетворяют 70% о помилованиях. Ближе к обеду 10%. Уже хочется кушать. Какое помилование? Какое? То есть, человек, который хочет кушать, он совершенно по-другому на все смотрит. После обеда опять 70%. Представляете? Это просто насколько на человека влияет вот просто такое вот на его настроение, как чувство голода. Теперь, а царь Трамп, да, он как царь. У него же есть еще там жена, дети. Тут к нему пришел какой-то с усами, ну, госсекретарь. И, значит, разозлил его. И он, значит, в этот момент говорит, а его вот эта вот злость внутренняя, а у него лежит так, сейчас я этого корейского лидера порву просто. Просто тот его разозлил с усами, а он сейчас корейского лидера будет рвать после этого, да? А если зашла вместо этого с усами его госсекретаря, зашел к нему там, например, ну, к дочке его зашла, Иванка Трамп, папа, папа там ему, знаешь, села. Он такой, ой, какая дочка, знаешь, как царь был. Помните, мультик был? Состояние у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое. И он такой умилился, ой, там, доченька, Иванка, все. И тут ему, значит, этот, ну, с титаем вопрос. Он говорит, да не буду с ними воеваться, этими титайцами. Ну, их нафиг. Пусть живут, значит, все. То есть, вот это то, что он говорил здесь, что как примеси в серебре, их надо убрать, для того, чтобы это было чистое серебро. Также он говорит, агой раша, лифней мэлах, он говорит, прогони злодея перед царем, ваекон бецедек тесо. И тогда установится справедливостью его трон. Значит, тут он говорит следующую вещь. Он говорит так, что мало того, что у царя примеси в его настроении, в его сердце могут влиять на его решение. И мы не можем понять, что в данный момент с ним творится. Но есть еще один нюанс. Царь, царь, он же не один управляет. И у царя есть много советников. В первую очередь советники. Во вторую очередь министры. И у каждого свои интересы. Каждый пытается продавить какой-то интерес в своей группировке, лоббисты и так далее. Каждый на царя давит и так далее. Теперь, если у царя в окружении злодеи, то любое его решение, оно будет под влиянием этих злодеев. Если у царя в окружении хорошие советники, тоже под влиянием. Вот тут говорится, убери злодеев из окружения царя, и что? И установится справедливостью его стул. Очень часто, ведь от того, как царю предоставлена информация, зависит его решение. Рассказывается про царя Шауля, который был до царя Давида, он был царем над Израилем. И у него был советник, который был злодей. И он говорит, вот Давид, который от тебя убегал, царь Давид, он пришел в город Нов, назывался город. Его там приняли, и там те коины, город коинов, священников, которые его приняли, они, скорее всего, против тебя за заговор делают и так далее. И он так представил информацию Шаулю, что Шауль послал туда отряд своих солдат, и они вырезали этот город. То есть от советника, от той информации, как он подает информацию, зависит очень много. И вот это вот очень то, что нас предупредил царь Соломон о том, как происходит там власть. Теперь я понимаю, почему до царя Хисиягу эта глава была спрятана. Потому что обычному человеку она, в принципе, она дает человеку мало, как бы, ну, что она нам может дать. Давайте сделаем выводы, что отсюда можно понять. Ну, первое, то, что нам можно понять, что, как бы, что Бога нельзя понять. Что когда ты уходишь туда в абстракцию, там ничего, ты не можешь понять. Все, что ты поймешь, это будет не то, что оно есть. Это будет просто твоя, твоя выдумка о том, как все работает. Это факт. Теперь дальше. Второе, что мы можем понять, что и сердце царя тоже нельзя понять. Но если мы возьмем царь как царь, обычный человек, он что, не царь? Он тоже царь. И у него тоже с утра может зуб болеть, у него может с утра быть плохое настроение. У тебя сейчас кушать хочу. Значит, у меня, у меня, например, сейчас, может, у меня сейчас помутненное сознание от голода. Но я не совсем голодный, но все равно вот чувствую, что что-то как бы есть хочется, да? Теперь, значит, обычный человек, он тоже под влиянием вот этих вот голод, настроения, погода и так далее. То есть это все нужно понимать. И дальше, ну и, конечно, он здесь в своем стиле. Нужно убирать из своего окружения злодеев во всех их форматах. И из ленты друзей в соцсетях. И из жизни. То есть стараться избегать. Любой человек, то, что он кушает, становится его телом. То, что он слушает или с тем общается, становится его мышлением. Поэтому, как можно больше нужно заполнять свое мышление Торой, святыми разными книгами, умными вещами, добротой, природой. Ну, то есть какими-то такими вот красотой. И минимизировать, минимизировать вход в свою голову всякого, ну, чернухи, негатива и так далее. Да. И понимать, что цари у нас все хорошие, а вокруг них в основном злодеи. Вот, так что, вот так вот. Все, сделайте, пожалуйста, свои выводы, что вам лично в этот момент хочется запомнить. Вывод – это то, что вы хотите запомнить из этого урока. И когда вы задали себе этот вопрос, что я понял важного, что я хочу дальше оставить себе и использовать. Обязательно, если вы сделаете вот эти три вывода, их сформулируете для себя и начнете их кому-то расскажете, напишете и так далее, это будет очень хорошо. И так как мы позитивно влияем на мир, и миссия портала ВАИКРА – это влиять, ВАИКРА – это взывать, то давайте, пожалуйста, подписывайтесь на страничку, делитесь ей. Давайте соберем тех людей, которые хотят получать божественное знание и передавать его дальше. Все, удачи, успехов, Алена, эйфория, вибрации высокие – очень важно. Давайте, удачи, успехов, хорошего дня. Всем пока.